Всем добра, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как социальная тревожность. Если вы тот самый человек, который некомфортно чувствует себя в социуме, особенно с незнакомыми людьми, тот человек, который постоянно думает о том, что же кто о нем подумает, то это видео определенно для вас. Если же вы не принадлежите к такому типу людей, то скорее всего такие люди есть вокруг вас, и это видео все равно будет вам полезным, так что оставайтесь со мной, конечно же подписывайтесь на мои социальные сети, ну а я вас всех очень сильно люблю, ну а мы начинаем. И что же такое социальная тревожность? А в некотором смысле это чрезмерная озабоченность тем, кто что-то негативное о тебе подумает. То есть, например, определенные люди боятся других людей настолько, что они могут не выходить из дома, что им может быть настолько плохо, то есть они могут ловить панические атаки из-за того, что им необходимо контактировать с людьми. Они не могут позвонить по телефону, они не могут пойти, например, на рынок и что-то там купить, чтобы там как-то поторговаться и так далее. Они просто пренебрегают всем этим настолько, что в некотором смысле они начинают сходить с ума. И я некоторое время назад увидела реальный такой вот случай, от которого я была в некотором смысле в шоке, потому что когда ты видишь в реальности вот апогей социальной тревожности, ты просто такой. Потому что я как бы сама тот человек, который не особо любит звонить кому-то по телефону. Просто вот нет, у меня есть на то свои причины. Тут все очень сильно заточено на социум, на окружающих людей. Например, человек подходит, он дергает дверь, и эта дверь, например, не открывается. И первое, что он замечает, даже если это не так, это то, что люди на него как-то косо смотрят. Он начинает вот думать о том, что же там люди подумают, у него начинается буквально вот такая вот паническая атака, у него там мысли попутаются. Человек может разреветься из-за этого, даже если на самом деле люди не смотрели на него. Это то, что происходит в его голове. Он подмечает какие-то вот такие вот моменты для себя лично, и это раскручивается в его голове до такой степени, что его даже стошнить может на месте. Просто вот так вот накручивается ситуация с социальными взаимодействиями. Он может разреветься от того, что ему сказали, например, там вот позвони туда-то там, например, позвони в больницу, запишись на прием. Он не может этого сделать. Он чувствует себя настолько ужасным, беспомощным, он там пытается, допустим, каких-то друзей еще кого-то попросить, чтобы это сделали за него. Для него это невыполнимая задача. Также этот человек не может, например, подойти к незнакомцу и спросить там, как куда-то пройти. Это невыполнимая задача, потому что с большой вероятностью, когда он подойдет, попытается это сделать, ему станет плохо. И он будет чувствовать себя настолько отвратительно, что больше никогда не будет этого делать в своей жизни. Чаще всего развиваться все это так вот стремительно, начиная в подростковом возрасте. И триггером в основном является либо наличие, в принципе, какого-то тревожного расстройства, какого-то депрессивного расстройства, все бывает. Но также и определенные действия, то есть механизм не запускается просто так. Человек может родиться с каким-то заложенным в нем механизмом психического расстройства, но это психическое расстройство может никогда не выйти наружу, если не будут соблюдены определенные действия. То есть, например, на социальную тревожность может повлиять поведение родителей, поведение, например, каких-то учителей, пристыжение буквально за то, что, ну, например, ребенок не может чего-то сделать. То есть, вот, там ему говорят, вот, подойди там к тете, скажи ей то-то. И ребенок, например, такой, ну, нет, я как-то вот стесняюсь, я боюсь, и мать такая, да вот, ты там никчемный, ты ни на что не способен. Это не делает ему легче жизнь. Это ухудшает все. То есть, если изначально ребенок мог быть просто, ну, таким вот, как бы, закрытым в некотором смысле, то есть, ну, просто его не научили вот этим вот социальным взаимодействием, правильно, если там последует что-то гневное, то это включит не самые лучшие программы в человеке. Если же это будет положительное какое-то действие, похвала и так далее, то, конечно же, это будет расцениваться нами внутри, как что-то нормальное, как что-то адекватное, что, да, я правильно все делаю, все прекрасно, классно, и я продолжу так делать, потому что, ну, это хорошо. Но у многих родителей почему-то есть вот эта вот история, что они такие просто берут свою чадо и так вот, давай, иди, например, берут его так, на, иди, в магазин сходи. И он просто такой, что в магазин сходить? Зачем? Как? Почему? А? Он не знает, как это, особенно если изначально есть вот эта вот тревожность, есть какая-то неловкость при общении с незнакомцами, то очень сложно развить нормальные взаимоотношения и очень сложно развить вот это вот, вау, подвижное состояние, когда ты такой, о, все замечательно, все классно. Когда человека этому не учили, например, изначально родитель может заметить, что у ребенка есть признаки социальной тревожности, и они могут пытаться показать ему пример, как надо, помогать ему вот со всем этим, не делать за него, а помогать ему. Ну, нет, они такие, а, ты что такой никчемный, да, вот это, давай, хватит болтать тут лишнего, тоже мне придумал, ты тревожный тебе, нехорошо тебе, нет, вали, делай. Это отвратительно. Например, моим триггером была ситуация в школе, когда мне учительница сказала, что ты трясешься, те что дома бьют? Я не хочу с вами говорить, дорогая учительница, если вы позволяете себе при всем классе мне подобное говорить. И знаете, что это вызвало? Если до того момента, когда она это сделала, я была такая довольно подвижная, довольно активная там, старалась как-то со всеми разговаривать, со всеми общаться, просто была довольно активным ребенком, то на фоне всего этого и на фоне того, что и так происходило у меня дома, что и так сводило меня с ума, и то, о чем я определенно в таком ключе не хотела говорить, оно привело меня к тому, что со временем я такая просто нет, я не буду, я не хочу ни о чем говорить, и я стала такой довольно закрытой, и потом как бы мне еще подлили керосинчика в огонь, чтобы разгорелся посильнее видеть. Но благо в себе я особо сильно это не запустила, то есть мне не особо приятно кому-то звонить, но я могу убедить себя и кому-то позвонить. То есть, да, у меня немножечко скаканет пульс от этого действия, но все равно, если мне что-то надо, я могу это сделать. Я могу куда-то пойти, что-то узнать и так далее. Да, мне нужно время, чтобы собраться, но это не доставляет мне каких-то гигантских неудобств, потому что, опять же, когда ты, например, один живешь в стране, где никто не говорит на твоем родном языке, и тебе приходится говорить на том языке, который ты выучил, и как-то пытаться понять тех людей, которые владеют этим языком в совершенстве в некотором смысле, то да, ты просто такой учишься, как-то подстраиваешься, пытаешься понять, пытаешься себя пересилить в некоторых моментах, когда ты такой... И у меня была постоянная фраза в голове, что если не я, то кто? То есть у меня нет никакого рядом человека, который подойдет и спросит за меня, соответственно, единственный, кто может спросить о том, что мне нужно, это я сама. Если я буду постоянно бегать от каких-то ситуаций, то я могу многое упустить в своей жизни. Но я, как уже сказала, познакомилась с ситуацией одной девушки, у которой все запущено очень сильно. И мне прям в тот момент даже как-то страшно стало за то, что я как бы услышала касательно того, что происходит с человеком. То есть невозможно кому-то позвонить. Это истерика. Невозможно у кого-то что-то узнать. Это просто безумие. Надо встретиться с каким-то незнакомым человеком, даже если это по работе. Это вызывает паничку, это вызывает тошноту и так далее. То есть человеку настолько плохо от социальных взаимодействий с незнакомцами. Некоторые часто думают, что это проявление, например, интроверсии. Вот человек интроверт, значит это нет. А интроверсия – это как работает человеческий мозг. То есть у интроверта на социальные взаимодействия тратится больше энергии. И эта энергия дольше восстанавливается. У экстраверта на социальные взаимодействия тратится очень мало энергии, она быстро восстанавливается. Поэтому экстраверт может общаться очень много с огромным количеством людей, и ему все прекрасно. Экстраверт же, общаясь с большим количеством людей, Просто без сил остается, вот настолько он себя странно чувствует от всего этого, и соответственно комфортнее всего интроверту общаться с теми людьми, которые ему близки. Тогда он не тратит свой социальный аккумулятор и все прекрасно. С социальной тревожностью так не работает, она никак не связана с интроверсией, она никак не связана с неловкостью, она никак не связана со всеми прочими вещами вроде стеснительности, потому что, скорее всего, вы тоже слышали от родителей вот эту вот фразу, что «Ой, ну чего ты стесняешься?». В большинстве ситуаций, когда человек не может, например, позвонить кому-то, он не стесняется, он просто чувствует непонимание между собой этой ситуации, как ему поступить, что ему делать, как ему жить со всем этим. И что касается терапии, есть ли вообще какой-то способ, то чаще всего это когнитивно-поведенческая терапия, стандартная такая вещь, с как обычной терапией, так и терапией с введением дневников и всего прочего. Это единственное, что, пожалуй, работает, потому что ты как бы пытаешься найти в себе негативные установки вместе с терапевтом и как-то с ними разобраться, откуда все это вообще в тебе взялось и вот как-то это прорабатывать, убирать эти негативные установки. Некоторых, конечно, еще подкармливают таблеточками, потому что, опять же, человек становится спокойнее, когда он, ну, например, принимает противотревожные. Но все это происходит только за специалистом, психотерапевтом, психиатром. Другие специалисты не занимаются этим вопросом. Пожалуйста, не надо, потому что иначе вы столкнетесь с весьма нехорошей историей, когда вам могут сказать, что у вас ВСД. Да. Конечно же, всегда стоит понимать, что если, например, у вас в окружении есть человек, который говорит, что, ну, он, например, вот не может, ему тяжело с незнакомым человеком, например, позвонить куда-то, что-то там сделать, с кем-то поговорить, либо же подойти к какому-то незнакомому человеку, просто помогите ему. Если вы видите, что человек как-то себя некомфортно, неловко чувствует, спросите, нужна ли ему помощь, потому что люди с социальной тревожностью, чаще всего, даже если им нужна помощь, они не подойдут, они и не попросят. Для них это невыполнимая задача. И в такой ситуации действительно важно человеку со стороны подойти и спросить, что, может быть, тебе нужна помощь? Как я могу тебе помочь? И если вас просят, например, там, позвонить, чтобы вы записали человека к врачу, просто сделайте это. То есть до прохождения терапии, то есть пока человек вот находится в этом накрученном состоянии, и он никак это уже не может изменить, то есть это то, что с ним множество лет, то единственное, что вы можете сделать, это просто помочь человеку. В этой ситуации его бесполезно пытаться переучивать, потому что учить важно родителям вот в том самом, где-то около подростковом возрасте, как выстраивать социальную коммуникацию, а не когда это уже, например, взрослый человек, и он просто не может. То есть ему нужно сначала терапию пройти, потом это будет иметь какой-то смысл. Без терапии он просто будет загоняться в больше стресс, то есть говорить человеку, ой, да ладно, это легко, сам сделай, ах, что там ты меня дергаешь? Если человек говорит, что ему очень, он очень нехорошо себя чувствует, и ему, например, надо позвонить или спросить о помощи, просто сделайте это. Это самое лучшее, что вы можете сделать для этого человека. Если вы сам тот человек, который вот всё это испытывает, то, пожалуйста, я очень вас прошу. В этой ситуации важно обращаться к специалисту. В данном случае этим обычно занимается психотерапевт, потому что психотерапевт может грамотно составить план вашего будущего лечения, как исправить эту ситуацию. И да, стоит подготовиться к тому, что это может быть очень и очень длительный процесс, и результат вы увидите далеко не сразу, но позитивные изменения со временем придут. Ну и, конечно же, также стоит понимать, что людям с социальной тревожностью обычно гораздо проще коммуницировать в интернете. В интернете это могут быть очень активные, позитивные люди. В интернете это могут быть люди, у которых очень много друзей. А вот в реальности это далеко не факт, потому что в реальности с такими людьми обычно остаются самые-самые близкие им, а все остальные как-то вот отваливаются из-за того, что этот человек не может с ними там куда-то на тусовке ходить, из-за того, что ему очень и очень плохо там. Поэтому да, не осуждайте людей, если вы видите подобную ситуацию. Относитесь все-таки с пониманием и старайтесь сделать то, что в ваших силах, чтобы такому человеку помочь, потому что это действительно очень и очень серьезно и очень и очень морально тяжело для этого самого человека. Ну и, конечно же, свои, возможно, какие-то истории, свое мнение по поводу всего этого пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там свое обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok